Дорогие друзья, товарищи, сограждане, хочу, во-первых, поприветствовать от имени организаторов нашего протеста и этого городка Свободы, хочу поприветствовать всех тех, кто не остался равнодушным и кто со вчерашнего дня был здесь, в этом городке. Кто-то пришел ночью, кто-то пришел рано утром, в течение дня, во время жары. Многие, видите, пришли сегодня по нашему призыву в 20.00. Огромное всем спасибо за поддержку, за солидарность. Мы впервые провели акцию протеста здесь, перед домом олигарха Плохотнюка, для того, чтобы выразить наш протест против той грабительской политики, которую ведет действующая власть, возглавляемая Плохотнюком, против роста тарифов на электроэнергию, природный газ, на другие коммунальные услуги. Власть вчера отреагировала агрессивно на наш мирный протест. Вы видели, что полиция пыталась помешать нам разместить палатки, разместить этот палаточный городок. Они использовали силу против мирных протестующих, против женщин, но у них ничего не получилось. Мы все равно установили этот городок, мы продержались всю ночь до утра и сегодня целый день. Мы получили огромное количество позитивных откликов. Очень много людей со всей страны хотели бы к нам присоединиться. Некоторые из них проделали длинный путь и здесь находятся среди нас, в том числе из Бельц, товарищи. Огромное им спасибо за то, что они здесь с нами все рядом. Мы видели дальше, как власть испугалась, плохотнюк испугался, потому что он согнал сюда всю свою частую армию под названием Арбус. Он согнал сюда всех своих бойцов из различных спортивных клубов под руководством депутата от Демократической партии господина Цуццу, который всю ночь стоял вот здесь на соседнем перекрестке со своими спортсменами, пытаясь нам угрожать. Власть боится, плохотнюк почувствовал, что народный гнев уже дошел до его дверей, до ворот его дома. И даже если здесь еще не тысячи, но здесь сегодня уже больше, чем вчера. И это огромный результат. Мы видим, какая реакция. Несмотря на то, что практически все каналы подконтрольные и плохотнюку пытаются дискредитировать протесты, пытаются из нас сделать террористов, экстремистов, люди не верят, люди не доверяют этим СМИ, потому что они прекрасно понимают, что эти СМИ выполняют заказы власти, выполняют заказы олигархов и плохотнюка. У нас мирный протест. Мы не пришли сюда с оружием, мы пришли сюда со словом, с нашими убеждениями. И мы считаем, что мы можем добиться нужного результата для всего молдавского народа, если мы все объединимся, вне зависимости от нашей партийной принадлежности. Именно поэтому здесь вы не увидите партийных флагов, потому что в этом протесте участвуют представители совершенно разных партий, разных общественных организаций, или вообще люди беспартийные. Потому что нас на самом деле сегодня многое обвиняют. Мы не хотим быть рабами в собственной стране, рабами олигархов. Мы не хотим быть заложниками воров и бандитов. Жест котик! Жест котик! Жест котик! Жест котик! Жест котик! Вчера головорезы, плохотняка пытались организовать несколько провокаций. Работа не на углу. Они и сегодня здесь, сейчас вокруг нас, на квартал ниже, на квартал выше, кто-то из них, буквально вот здесь 20 метров от нас, ведут себя крайне безобразно, нагло, агрессивно, потому что для них, как они считают, закон не писан. Потому что у них есть крыша, плохотнюк. Это они так считают сейчас. Как только пошатнется почва под ногами плохотнюка, они все сбегут, как крысы с этого корабля. Они будут первыми, кто будет давать показания на своего хозяина плохотнюка. Первые они его сдадут. Так же, как это произошло со всеми другими ворами, диктаторами во власти в других странах. Ничего нового плохотнюк в данном случае не изобрел. Вчера они избили двух журналистов. Они избили оператора телекомпании «Журнал ТВ». Они избили оператора информационного агентства «Омега» и повредили камеру. Они избили адвоката и правозащитницу Анну Урцаки и напали на экс-депутата парламента Александра Петкова. Это были, с одной стороны, так называемые тетушки Молдавского разлива, которых мы знаем о событиях в Украине. Цуцики, как мы их сейчас назвали. Цуцики. С другой стороны, это был Аркус. Частное охранное предприятие, фактически частная армия олигарха плохотнюка. Они все перенимают сегодня с Украины. Так же, как у Коломойского есть частная армия, так и у плохотнюка есть частная армия. Так вот, они здесь вчера пытались демонстрировать нам, прятать своим оружием и демонстрировать нам свою силу. У них не получилось нас запугать, у них не получится запугать всю страну. Жоз, плохотнюк! Жоз, плохотнюк! Сегодня, видимо, не хватило смелости у тех, кто сегодня возглавляет страну, принять и мудрости, принять то, что в демократическом обществе, в свободной стране могут организовываться протесты даже перед домом олигархов. У них это не укладывается в голове. И поэтому они решили поступить так, как они поступали всегда. Тупо, топорно использовать свой административный ресурс. И поэтому за 10 минут до начала нашей акции, так и в прошлый раз у акции возле гостиницы «Нобел» прибежал представитель правоохранительных органов и показал нам решение двух структур, запрещающих наш сегодняшний протест. С одной стороны, они показали решение распоряжения Примырии Кишинева, подписанное вице-примаром Грозаву, где говорится о том, что протест приостанавливается и палаточный городок демонтируется. С другой стороны, они вынесли решение через ордонанс прокурора о том, что надо все эти предметы, все палатки, столы, стулья изъять. Потому что они, вот эти предметы, якобы используются с совершением правонарушения. Так или иначе, оба этих решения незаконны. Оба эти решения нарушают гражданские права и свободы. В первую очередь, свободу собраний, свободу слова. Мы, как свободные граждане нашей страны, имеем право протестовать, имеем право высказывать наше мнение. И если мы считаем, что действующие тарифы на электроэнергию, на природный газ являются несправедливыми, мы имеем право об этом заявить везде, на территории нашей страны. От Джорджу Леш до Кривы, до Наславчи. Не говоря уже о болгарской 41, где обитает олигарх-покотнёк. Давайте, как и прежде, вчера, все вместе, ещё раз, чтобы они услышали, проскандируем. Уважаемые сограждане, друзья, Мы не собираемся подчиняться незаконным решениям, нарушающим наши гражданские права и свободы. Мы будем отстаивать наш городок свободы до конца. И мы призываем всех, у кого есть возможность, остаться сегодня на ночь здесь, может быть, изменить где-то планы свои, но остаться, защитить этот длинный протест и защитить наше право. Иначе мы отдаём страну вот таким вот тетушкам, которые пытаются нас запугать, имея свою крышу в виде туцу, плакотнюка или ещё кого бы то ни было. Давайте мы призовём наших знакомых, друзей, родственников, кто может сегодня прийти сюда, в центр Кишинёва, на болгарскую 41. Мы должны отстаивать наши права. И мы победим. Обязательно победим. Спасибо за внимание. Я хочу обратиться также к тем, кто нас сегодня смотрит в прямом эфире, на Общен ТВ, на сайте Омеги, на других ресурсах в интернете. Передайте всем. Власть, режим, плакотнюк в агонии. Он понимает, что если протест разрастётся, а он уже разрастается, то в самое ближайшее время вся его империя, плакотнюка, уйдёт в историю. Он уйдёт на свалку истории. Поэтому он предпринимает вот эти отчаянные шаги, используя административные ресурсы. Поэтому он привлекает различных борцов, спортсменов, для того, чтобы запугать простых граждан. Это значит, что он трогнул. Это значит, что мы на правильном пути. Давай, плакотнюк! Далой, плакотнюка! Далой, плакотнюка! Далой, плакотнюка! Далой, плакотнюка! Вор должен сидеть в тюрьме! Плакотюк должен сидеть в тюрьме! Плакотюк должен сидеть в тюрьме! Спасибо за огромное! А сейчас хочу предоставить слово депутату парламента от партии социалистов Василию Болеву! Добрый вечер, друзья! На этой импровизированной сцене я думаю, что хотел бы каждый человек высказаться. Почему? Потому что на самом деле этот маленький городок, но городок свободы стал именно здесь, под окнами Плакотюка. По поводу протеста, честно вам сказать, вчера когда увидел те сцены, что вот ребята, которые стоят сейчас за углом, попытались этот городок разобрать, попытались людей побить. Вот даже некоторым досталось, даже некоторым досталось, честно вам сказать, это не как бы по-молдавски нули-фача-фац. И делает им честь. Хотя, разговаривая честь и говоря честь, я думаю, что это слово им не может приклеиться. Что касается протеста, честно вам сказать, мне стыдно за нашу полицию, за работников правоохранительных органов, которые в принципе должны быть здесь и осуществлять, и делать все возможное, чтобы соблюдать общественный порядок. Хотя, на самом деле, вы сами видели, что эти работники полиции пытались взять на козырек и те решения того же вице-примара Грозава, который, я не знаю почему, сегодня, в субботу, в выходной день, вышел на работу, принял какую-то диспозицию непонятную о том, что данный городок, данные палатки должны быть. Они должны быть снесены, а протест должен быть прекращен. Это незаконное, конечно же, решение. Почему? Потому что единственным органом в нашей стране, который имеет возможность и обязан прекращать какие-то, по своему решению, прекращать какие-то правозаконные действия, является судебная инстанция. Ее судебная инстанция может высказаться по этому поводу. Прекращать людям протест или не прекращать? Снимать отсюда с болгарской 41 эти палатки или не снимать? Пока не будет решения судебной инстанции, но хотя вы сами знаете, за кем эти судебные инстанции, все действия людей, которые мирно, подчеркну мирно, протестуют, а не законно. Вот приближаются работники правоохранительных органов. Я думаю, полагаю, что им дали новое задание. Убедительная к вам просьба. Вы являетесь офицерами. Офицерами на государственной службе, на службу народа. Прекратите, пожалуйста, заниматься и выполнять те бездумные приказы, которые вам спускают сверху. Мы снимем попору! 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 Потому что время будет и уже будет, и он будет, когда этот индивид должен действовать в гости и ответить за все эти правила. И вы должны быть те, которые будут проводить этот индивиду в гости инстанции, в гости. Продолжение следует... 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 И действительно, в то время, когда здесь нас избывал аргуст, он находился в офисе Клокотнюка. Это Владимир Филах. Информация абсолютно достоверная, поступила недавно, еще раз вам говорю, их не исключат. Так что пускай они понимают, насколько сыпко все, и как у них все держится не на доверии, не на уважении, а на батальных деньгах, которых иногда недостаточно. И третье. Сегодня выглядели, пришел полицейский, принес какую-то бумажку. Я говорю какую-то бумажку не потому, что не отношусь с уважением к постановлениям государственных органов, но это были две какие-то бумажки. Они не имели, как минимум, самых необходимых критерий для того, чтобы быть законными, не имели печати, не имели госгерва. И в них была написана абсолютная чушь. Поэтому я говорю бумажки. Но при скорбием данные бумажки носили в себе имя прокурора, а также имя примарии. Значит, хочу им сказать, что если кто-то и постигнет, так скажем, в закон, но придет на попытку запрета этого протеста, это будет примария. Потому что по закону о собрании только примария может являться стороной, а протестование нашло с вами протеста в судебной инстанции. Кто у нас примария? Кто голосовал, кто вчера вошел в третий преступный альянс? Кимпу. Еще один из этой шаги лейки, третий посыл в этой компании. Поэтому сейчас, дорогие сограждане, я хочу, потому что правильный митинг, но обязательно митинг с логовыми. Митинг, который поднимает наш боевой дух и митинг, который заставит нас идти вперед, не боясь ничего, потому что у нас реально есть цель. Наши дети, сказки и родители, все остальные, ради которых мы пытаемся, повторяю, откликнуть незаконное решение на РЭД. И одновременно с этим еще раз спросить узурпировавших власть политиков, куда они дели наши деньги и наш миллиард. Поэтому я предлагаю скандировать следующее. Жостарин феной. Лагунет лагуной. Жостарин феной. Филат лагуной. Миллиарду на бой. Жостарин феной. Лагунет лагуной. Возной для того, как звук гимпа у него сразу фунцей. Вот он сказал. Давайте так. Жостарин феной. Ходзи лагуной на бутанок конце, когда мы обобщим вот эту сушайку лейку, одним абсолютно правильным словом. Поэтому, Жостарин феной. Плаха лагуной. Жостарин феной. Плаха лагуной. Жостарин феной. Плаха лагуной. Жостарин феной. Плаха лагуной. Жостарин феной. Филат лагуной. Жостарин феной. Филат лагуной. Жостарин феной. Филат лагуной. Миллиарду лын на бой. Миллиарду лын на бой. Миллиарду лын на бой. Миллиарду лын на бой. Жостарин феной. Кимпу лагуной. Жостарин феной. Кимпу лагуной. Жостарин феной. Хоть и на гуной! Хоть и на гуной! Вот и, а вы. Да, я начну с того, что они настолько обнагрели, что даже депутаты пытаются не отпускать. Надеюсь, мы сейчас его увидим рядом с нами. Он зашел посмотреть, что делает там Аргус, и его взяли в заложники, надеясь, что его выпустят. Нас сегодня весь день пытались различные помойки выставить террористами, людьми, которые пускают различные зажигательные фаеры и так далее. То есть вместо того, чтобы показать, что реально происходило, потому что мы знаем, что здесь различные операторы, как ОМЕГИ, как журнал ТВ, так и Плохотниковских различных каналов, они показывают только отдельные маленькие кусочки. Они нам говорят о том, что это политический протест. Да, политический, потому что политика — это тарифы. Политический, потому что тарифы — это юстиция, которая у нас не работает. Политика — это суды, уже не в общей юстиции, а суды, которые будут нагибать людей. Политика — это прокуратура, которая бездействует и которая выдает вот такие распоряжения о безъятии всего, что здесь находится. Что касается политики по-настоящему, на самом деле это политика геноцида, и мы не должны с ней мириться. Вот более гражданского протеста за все время, сколько я занимаюсь общественной деятельностью, не существовало. Партии спустили флаги. Эксперты, вот независимые эксперты от гражданского общества работают. Мы пытаемся связаться с международными структурами, напрямую, минуя политические партии. Что еще нужно? Есть гражданская колонна, нас становится все больше. Я думаю, что людям, которые придут сегодня и прочитают все новости из ПАМЭ, им абсолютно все понятно, но нам нужно донести эту информацию, что нас пытаются просто разводить. И поэтому мы должны быть теми проводниками информации, которая осталась сейчас. От Чемпия, Омега, Гренада. Я надеюсь, что так оно и будет. Единственное, что я могу сказать по этому поводу, всем этим цурцикам и людям, которые потеряли всякую совесть, полицейским, которые с 12 до 5 не предоставили ни одного человека в погонах здесь, хотя делают вид, что они это сделали. Давайте, наверное, будем чуть-чуть активнее. Давайте будем собирать здесь людей, давайте будем поддерживать тех, кто здесь протестует. Единственное, что я могу сказать, выходим на протест. Спасибо, Виталий. Виталий также находился с нами всю эту ночь здесь, в палаточном городке, в городке «Свободы». Вы видите, что мы за день немножко даже расширились, и появилось больше палаток, больше людей, появились новые банерные растяжки. И на самом деле то, что на них написано, отражает, наверное, чаяние и мнение сотен тысяч, если не нескольких миллионов граждан Молдовы, из всех трех с половиной миллионов человек. Все очень просто. Ну, коррупции, жестко рифиной, жестко плохотню. Все очень просто. Поэтому давайте еще раз. Жест-блохотню! 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 что ваши непосредственные шефы, их шефы, министры, внутренних дел, они все боятся от лохотника. Но, рано или поздно-то власть пойдет. Власти придут новыми силами. И они будут чистить ряды правоохранительных органов. И те, кто сегодня посмеет лицо ничего не делать, если вдруг, не дай бог, ночью придут сносить этот палаточный городок, либо те, кто будут помогать, они будут призваны к ответственности. И еще. Уважаемые правоохранительные органы, уважаемые полицейские, я хочу вам напомнить то, что произошло и на Украине, и в Армении. На Украине, когда в самом начале Майдана, когда люди протестовали против олигархии, после того, как разогнали протестующих, на следующий день пришли в десятки раз больше людей. В Армении, когда люди протестовали против подорожания тарифов, после того, как их разогнали, на следующий день пришло так же несколько раз больше людей. Если не дай бог, что-то произойдет сегодня или завтра ночью, под покровом ночи, знайте, что на следующий день, на следующий утро, здесь будет не 100-150 человек, или сколько, 70 нас. Здесь будет 500 тысяч, 2 тысячи, 5 тысяч. И ничего не изменится. Вы только лишь раззадорите народ. И последнее. Я хочу обратиться не столько к вам, кто здесь, потому что вы все молодцы, вы пришли. Я хочу обратиться к тем, кто смотрит нас по интернет-каналам, по Омега, на Акченди и на других каналах. Друзья, у каждого человека, у каждого гражданину, у которого вы украли свободный выбор, у которого вы украли свободный СМИ, у которого вы украли все, что можно было украсть, у него есть две вещи. У каждого из нас осталось свободный выбор и время. Мы можем выбирать оставаться дома, проводить вечер, как мы хотим, за телевизором, за каким-то сериалом, либо посвятить несколько часов своего времени, чтобы выразить свою гражданскую позицию. Необязательно прийти сюда выступать, но главное прийти. Можно прийти с чем-то, можно прийти с банкой воды, с бутылкой сока, чтобы ребятам помочь. Но главное прийти. Это первое. Это наш выбор. И второе. Второе – это время. Это то, что я говорю. Они не могут отнять наше время. Мы можем распоряжаться. Поэтому, пожалуйста, не сидите дома. Протесты в Фейсбуке – это хорошо. Перепостные статусы – это хорошо. Но ваше присутствие здесь – это ваша четкая гражданская позиция. И, как вы видите, здесь нет ничего страшного. Здесь стреляют. Здесь нету шашек. Здесь люди, которые не боятся сказать четвертое «да». Поэтому мы ждем вас не завтра в 7 часов у Штефана, но больше всего мы ждем вас здесь каждый день, завтра в 8, послезавтра в 8. Пока нас здесь не будет ни 5, ни 10, ни 15 тысяч. Мы знаем, что чем больше людей здесь, тем больше будет в двое неплохо днем. Час хоцый! 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 Час хо Сегодня на пресс-конференции, которую мы провели здесь, для средств массовой информации, в час дня, отсутствовали СМИ, аффилированные по Фернюкову. Не было представителей ни Прайма, ни публики, ни Третьего канала, так же, как не было все эти дни представителей телерадио Молдова. Но мы каждый вечер видим репортажи про наши протесты, где мы представлены как экстремисты, террористы, желающие разделить общество, которые хотят войны, якобы, и так далее, которые используют запрещенные методы насилия. Все перевернуто с ног на голову. Абсолютно все. Мы обратились сегодня на пресс-конференции и хотим еще раз обратиться здесь, с этой сцены, импровизированной. Мы требуем от Прайма, от Третьего канала, от публики, право на реплику. Мы требуем эфира на этих каналах, чтобы люди знали позицию протестующих, чтобы они были информированы объективно и беспристрастно, а не так, как это происходит сейчас на каналах Плохопека. Мы мирные граждане, мы не хотим войны, мы хотим, чтобы люди в Молдове жили свободно и достойно, достойно. Чтобы могли оплачивать тарифы, чтобы у них были рабочие места, чтобы они не переживали за свое будущее, за перспективу для своих детей. Вот чего хотят все граждане страны. А сегодня этой перспективы нас решает как раз вот этот олигархат. Те, кто человек, который себя возомнил султаном, он превратил республику Молдова в султанат, понимаете? Сам один решает за весь народ. И хочется еще раз обратиться ко всем СМИ. Не врите. Освещайте беспристрастно. Что будет здесь, то, что будет происходить завтра у Штефана. Не забывайте, что мы все, и вы в том числе, граждане этой страны. И вам также придут платежки. И к вашим родственникам придут. И потом, не уводите глаза в сторону, когда они будут спрашивать, а как же вы могли защищать Плохотнюка, который залез к нам ко всем в карман. Я хочу предоставить слово сейчас журналисту Ольге Антоновой. Ольга, без слов. Добрый вечер всем присутствующим. Как представитель прессы, в первую очередь, конечно, хочу обратиться к своим коллегам. К тем, кто здесь присутствует. К тем, кто не присутствует по каким-то причинам. Хочу сообщить вам о том, что одна из журналистских ассоциаций подготовила обращение к посольствам иностранных государств, откредитованных в нашей стране, к представительству ООН в Молдове. Также господину Герке Тапиола с просьбой обозначить свою позицию по вчерашнему безобразному инциденту, который наглядно демонстрирует реальное отношение властей нашей республики к правам и свободам граждан и представителям средств массовой информации. Кроме того, ассоциация намерена потребовать у министра внутренних дел господина Балана, чтобы он разобрался и наказал сотрудников полиции, которые вчера равнодушно наблюдали за инцидентом, за бездействие, а также, чтобы было проведено квалифицированное расследование и были наказаны лица, виновные в нападении на представителей средств массовой информации и на представителей гражданского общества. Мне кажется, что это обращение на двух языках должно быть подписано всеми непродажными представителями средств массовой информации и направлено туда, куда оно, собственно, оно адресовано. Кроме того, я хочу сказать, что мы отслеживаем все репортажи и прекрасно понимаем, кто пытается подать информацию в искаженном виде. Мы это все прекрасно видели. Сегодняшние репортажи свидетельствуют об этом. И спасибо тем, кто освещает данный протест так, как он проходит честно и объективно. И давайте все-таки вспомним, господа журналисты, что мы тоже народ. Павел, не уходи далеко. Хочу предоставить слово представителю Красного Блока, бывшему политзаключенному Павлу Григорьевичу. Здравствуйте, товарищи. Бреже всего я хочу поблагодарить тех соратников, кто вчера меня отбил, когда окна полиции пытались разрушить наш заражающийся палаточный городок. И, конечно же, в первую очередь, я бы, наверное, меня бы не отбили, если бы не Рита Сорокина, которая, ну, просто действительно защитила меня. Пока она только является крупной девушкой, она смогла отстоять. И она, наверное, должна быть сегодня таким примером для всех молодых неравнодушных людей, и особенно для партнеров, которые, ну, бывают очень часто пассивны почему-то, относятся к тому, что происходит вокруг них. Если бы у нас было больше таких людей, то я думаю, что мы бы жили совершенно в другой стране. И более того, мне кажется, что вчерашний пример, когда мы начали раскладывать палатки, и когда Кижановский, или как там его зовут, дал незаконный приказ, значит, пытаться... Игроз, да? Вот. Имена героев. Значит, незаконный приказ, значит, снести наш палаточный городок. Мы тогда, несмотря на то, что нас вчера было очень мало, мы сумели отстоять, мы установили, мы разбили этот палаточный городок прямо под носом у этого зла, который здесь живет. Ну, сегодня он здесь не может жить, и это его злит. И поэтому он сюда посылает все структуры, которые он захватил. А представьте, если бы нас вчера было не 50 человек, ну, хотя бы 5 тысяч, смогли бы они хотя бы пытаться снести какой-то палаточный городок. А представьте, если бы нас было 50 тысяч, и мы окружили бы парламент, или генеральную прокуратуру, или другой какой-то институт, захваченный олигархами, смогли бы они украсть у нас меня, украсть у наших пенсионеров, украсть у многодетных семей в Молдову. Я думаю, что ответ совершенно очевиден. И поэтому это еще раз доказывает, что протесты нужно продолжать, и они должны быть еще более массовые. И поэтому сегодня мы должны, даже сейчас, мы должны, у кого есть возможность, призывать в социальных сетях всех своих знакомых, родственников, друзей, чтобы они сюда не приходили, чтобы они убеждались, что здесь нет никаких экстремистов, что мы мирные люди, что мы просто хотим настойно жить в своей собственной стране, потому что у нас есть этот Кишинек, у нас есть эта страна Молдова, у нас нет другой страны. И мы должны подвозиться за то, чтобы нашей страной, нашей Родиной, за которую проливали кровь наши деды, наши прадеды, чтобы наши страны не руководили эти форы, эти гандиды. И это мы можем сдобиться только тогда, когда мы будем единами. Это очень простая мысль. Но почему-то, к сожалению, у нас в Молдавском обществе сегодня целит какое-то равнодушие. Нужно признать, что во многом это произошло из-за всяких воронин, которые предавали вархатные революции, предавали социальные, народные протесты, да? И вообще из-за большинства людей, состоящих в нынешнем политическом классе. Но люди, которые здесь сегодня собираются, это не воронины. И они сегодня собираются, несмотря на то, что весь медийный полдик Плоходнюка лжет о них, пытаются их дискредитировать. Несмотря на то, что большинство из... Многие из этих людей... Вот недавно снова был создан новый старый альянс, да? Вот я вспоминаю 5-6 лет тому назад, когда он создавался. Многие из этих людей, которые сегодня живут в этом городке свободы, они тогда получали только первые административные штрафы за свое оппозиционное мнение. Сегодня у многих из этих людей есть уже уголовные дела. И они продолжают бороться, в отличие от воронины. И это уже пример того, что мы не будем сливать протест, как это делали другие. Садится микрофон, или я, наверное, уже затянул свою речь, просто больше хочется сказать. Поэтому давайте просто опроскандируем. Несмотря на то, что он наверняка от Русского отсюда сбежал, но чтобы он услышал даже у себя там в партерии, в Гоку, в Дайвере, где он там сейчас сидит со своими подельниками, «Что стоит виной? Благо, лакуной!» «Что стоит виной? Благо, лакуной!» Небольшая пауза сейчас принесет. Дайте, пожалуйста, мегафон пока. Мегафон. Уважаемые граждане, хочу также предоставить слово второму бывшему политзаключенному Михаилу Амербергу, который здесь также провел всю ночь, и с самого начала также бился за то, чтобы было, соблюдались гражданские права, право на свободный протест и на свободу выражения. Михаил, тебе слово. Уважаемые протестующие, я вас всех приветствую на данном мероприятии, которые уже проводятся второй вечер. Эти мероприятия должны проводиться до тех пор, пока нынешний коррупционный режим не падет. Тарифы это только предвещение тех проблем, которые у нас накопили в стране за то время, пока у нас есть эта антинародная власть. Я, как бывший офицер, хочу обратиться к сотрудникам правоохранительных органов, которые охраняют данное мероприятие. Я хочу призвать их соблюдать закон, не выполнять преступных приказов, которыми иногда их наделяют их начальники. Я хочу еще предупредить различных шоциков, как мы их назвали, то есть провокаторов, которые иногда здесь снуют, что все они идентифицированы, все они отфотографированы и сняты на десятки видеокамер. И любые их провокационные действия, которые они попытаются совершить, будут моментально пресечены сотрудниками полиции, которые по закону имеют право их задерживать. Здесь нет террористов, здесь нет экстремистов, здесь люди доброй воли, которые сюда пришли протестовать против коррупции, протестовать против олигархии. здесь не политическая акция какой-то отдельной взятой партии, здесь люди с разными политическими убеждениями, но их объединяет то, что всем здоровым силам в стране вне зависимости от политического окраса необходимо объединиться. Вот это самое главное. Спасибо. 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 Михаил, у нас заработал уже микрофон. Уважаемые друзья, граждане, еще раз хочется обратиться ко всем, которые сегодня присутствуют на этом протесте. давайте передадим все то, что было сказано здесь, на этой сцене, дальше, нашим друзьям, знакомым, родственникам. Давайте сделаем все возможное, чтобы в следующий раз у нас было еще больше. мы будем собираться здесь каждый день, каждый день, по вечерам, в 8 вечера, кто не может в 8 вечера, здесь всегда будут люди в течение дня. Мы будем отстаивать и сегодня этот протест. Я уверен, что нам, у нас это получится. Но это будет возможно сделать лишь тогда, когда здесь будет еще больше людей. Поэтому просьба ко всем, у кого сегодня есть время, кто готов прийти сюда, в палаточный городок, городок свободы, найти, не пожалеть эти несколько часов. Я уверен, что мы здесь найдем чем заняться и отстоим наши права и свободы. Последнее слово хочу предоставить еще одному оратору, который записался на выступлении. Это Александр Одинцов. Александр, пожалуйста. Здравствуйте, дорогие друзья. Мы, каждый из нас должен задать себе вопрос, чего мы хотим, что нам нужно, достойно ли мы лучшего. Я для себя выбор сделал. Я знаю, что мы достойно лучшего. Вторая статья Конституции Республики Молдовы гласит, национальный суверенитет принадлежит молдавскому народу. Мы молдавский народ! Ноль сентяб попору! К сожалению, те, кто сейчас обладает властью, они забыли про это. Они считают, что мы рабы, что над нами можно издеваться. Давайте вместе им скажем, что мы не рабы! Мы не рабы! Мы не рабы! Я хотел бы объяснить тем, кто не понимает, что происходит. Ноябрьские выборы в парламент были украдены. На самом деле, те, кто сейчас создал альянс номер 3 или номер 4, они получили меньшее количество голосов. Если вы помните, более 150 тысяч граждан Молдовы, обладателей старых советских паспортов, не смогли проголосовать. Более 700 тысяч граждан Молдовы, находящихся в России, и около 150-200 тысяч, находящихся в Поднестровье, также не смогли проголосовать. Эти выборы были украдены. К сожалению, у нас только формальная демократия. Основной поток медийный в руках Плохотнюка. Органы правопорядка в руках Плохотнюка. Кто-то говорит, что он кукловод. На самом деле, он бедный, несчастный человек. Он простая шестерка в руках посольства ЕС и Соединенных Штатов Америки. Потому что с их молчаливого согласия и приказа все у нас творится. К сожалению, происходит все именно так. Сначала были украдены выборы. Потом был украден миллиард из Национального банка. Из нашего самого благосостояния. После этого не было возможности поддерживать курс Лея. Курс Лея упал. Знаете ли вы, что цена на газ с треть четвертого квартала прошлого года упала более чем на 100 кубометров? В четвертом квартале 2014-го взмотили 370 долларов. Закупали газ российский за 370 долларов в 1000 кубометров. В этом квартале мы платим 260 долларов. То есть цена за газ за 1000 кубометров упала более чем на 100 долларов. В результате *** мы платим больше. В результате воровства нет воровства! Нет воровства нет воровства! Шо скобзи! Эти товарищи должны понимать, что их власть, она не безгранична и она недолго, потому что народный гнев, он страшен в своем проявлении. К сожалению, наш, скажем так, недостаток в том, что мы сугубо мирными методами протестуем против того, что творит власть беспредел. Но это им будет урок. Нас будет больше и больше. Мы будем протестовать мирно. Рано или поздно эта власть падет. И рано или поздно эта власть будет сидеть на нарах. Ходзи Ладуба! Ходзи Ладуба! Ходзи Ладуба! Ходзи Ладуба! Ходзи Ладуба! Спасибо. Уважаемые друзья, еще раз всем огромное спасибо за поддержку, за солидарность, за то, что вы вышли на этот гражданский протест. Мы продолжаем наши протесты. И сегодня, и завтра, и послезавтра. Мы будем стараться объединить наши усилия с другими активистами. Этот протест продолжает быть беспартийным. Здесь вы не увидите партийных флагов. Потому что мы не дадим возможность нашим оппонентам попытаться нас как-то скомпрометировать на этом. Мы считаем, что молдавское общество сегодня как никогда должно объединиться, должно наконец-то найти в себе силы подняться против этого режима, против режима Лохотнюка. И тот факт, что он сегодня пытается запретить нам этот палаточный городок через ордонансы прокурора, через решение прокуратуры, это уже рецидив. Потому что первый раз нужно запретить протест перед гостиницей Нобил. Но мы все же добились справедливости и отстояли свои права в суде. Мы отстояли свои права, выйдя еще раз на протесты. Мы не сломились. И мы также не сломимся здесь. Мы будем отстаивать этот палаточный городок, этот городок свободы, где каждый может выйти на эту сцену и сказать то, что он думает. А действующий влог об этой грабительской политике. Мы будем отстаивать наши права до конца. Всем огромное спасибо. До завтра. Встречаемся в 8 вечера. Жорж, гости! Жорж, гости! Жорж, гости! Жорж, гости!